Представляю цепочку Outrigger Resorts & Hotels. Это цепочка с главным офисом на Гавайях. И мы имеем совершенно такие разнообразные курорты. В основном это все пляжные курорты в самых эзотических уголках нашей прекрасной планеты. И в СНГ мы в основном акцентируем три наших направления. Это Маврики, Мальдивы, наш прекрасный отель, Outrigger Maldives, Махушевару. И три отеля в Таиланде, о которых сегодня пойдет речь. Таиланд – это наше любимое направление, которое уже стало круглогодичным. У Фан Сан прекрасные есть варианты перелетов транспортировки на остров Самуи. Поэтому тоже сегодня про это направление поговорим. Ну и, конечно, традиционно мы сейчас входим в высокий сезон. И направление Пхукет, конечно, у нас тоже в приоритете. У нас отели находятся в совершенно разных регионах, таких разноплановых. Сейчас я делюсь с презентацией. Так, я надеюсь, всем хорошо видно. У нас наши тайские курорты находятся в Таиланде, в регионе Пхукет. Пхукет, Outrigger Surin Beach Resort – наш курорт категории 4 звезды. Outrigger Kaulang Beach Resort – это провинция Пханга, открыт в феврале 2022 года. Летим тоже до Пхукета и буквально полтора часа на трансфере занимает время до нашего резорта. И Outrigger Kaulang Beach Resort – это наш прекрасный звездочный курорт на острове Самуи. Небольшая предыстория. Возможно, те из вас, кто уже давно продают Таиланд, ассоциируют бренд Outrigger с другим курортом, который ранее назывался Outrigger Laguna. Уже 4 года он нам не принадлежит. На всякий случай уточняю, что этот отель принадлежит теперь другому отельному бренду и к нам отношения не имеет. Но у нас есть прекрасные новости. Три наших отеля функционируют. Все три отеля – это не новострой. То есть это не отели, которые были построены с нуля. Outrigger их купил у тайской цепочки Monotai Resort. И компания Outrigger инвестировала очень большие средства в эти отели. Поэтому мы смогли их открыть в таком обновленном прекрасном виде. И все работы как раз проводились в пандемии, поэтому во время пандемии наши отели не простаивали, а открылись как раз в 2021-2022 году. Поэтому их все еще можно считать новыми, свежими продуктами, которые смело можно предлагать вашим гостям. На Пхукете у нас отель небольшой. Это бутик-курорт. Называется он Outrigger Surin Beach Resort. Он всего на 60 номеров. Находимся мы буквально в двух шагах от пляжа Surin. Я уверена, что многие из вас знают эту локацию. Очень удобная, достаточно тихая по сравнению с другими известными пляжными локациями. Но в то же время все самое необходимое для комфортного пребывания тут есть. И фруктовые лавочки, и супермаркеты, массажные салоны, кафе. Все это есть, но в то же время есть такая небольшая, так скажем, приватная атмосфера. Потому что пляж Surin не очень большой. Он всего 800 метров, очень зеленый. И наш отель находится действительно буквально в двух шагах от этого пляжа. Обращаю ваше внимание, что мы стоим не на пляже. Нужно миновать небольшую дорогу и пройти буквально две минутки. Дорога не оживленная, не проездная, поэтому тут ее можно легко перейти и оказаться на пляже. Наш отель небольшой, всего 60 номеров. Очень разноплановые категории номеров. У нас есть люксы с собственным бассейном, двухэтажные люксы. Номера с выходом в бассейн общий. Поэтому тут достаточно много различных категорий. Так как отель у нас небольшой, всего 60 номеров, конечно, пользуется большой популярностью, как и многие отели на Плутете. Поэтому если у вас есть запросы, например, на январь и февраль, то сейчас уже стоит посмотреть, что там с наличием. Потому что бывает такой момент, что комнаты бывают уже распроданы заранее. Мы находимся достаточно удобно по отношению к аэропорту. Всего 30 минут от международного аэропорта Плукет. У нас есть прекрасный ресторан. На втором этаже бар с видом на закат. У нас есть массажная студия, небольшой бетит. Поэтому такой очень компактный, симпатичный отель, который подойдет для небольших семей и для романтических парков. Все было, как я уже говорил ранее, отреставрировано, отреставрировано. Поэтому отель очень свежий и симпатичный. А на пляже Сюрин в Сизлон есть инфраструктура, которая позволяет более комфортно отдыхать. Но она к нам не относится. То есть это не собственность нашего отеля. То есть эти лежаки и зонтики можно за дополнительную плату взять в аренду непосредственно на пляже. Отель выдает только полотенце. Я вначале упомянула, что OutLigger – это гавайская цепочка. Поэтому в наших интерьерах присутствуют такие яркие полинзийские мотивы. Вообще очень классный стильный интерьер в этом отеле. Хочу отметить, что в отеле у нас работает русскоговорящий сотрудник, который облегчает жизнь нашим гостям. Помимо этого, во всех трех отелях у нас есть специальное приложение для гостей. При заезде к Чиккине гостям предоставляется возможность скачать приложение OutLigger и без языкового барьера общаться с сотрудниками отеля. То есть если вам необходимо, например, забрать багаж из номера или забронировать массаж, вы можете просто в этом приложении на русском языке написать, что вас интересует, и ответ вам также придет на русском языке. Такой у нас бар и ресторан на первом этаже. По типам питания мы работаем максимально здесь на фуллборде. На Кукете у нас чаще всего бронируют на завтраках либо на полупансионе. И хочу обратить внимание на то, что во всех отелях в Таиланде у нас полупансион гибкий. То есть вашим гостям при заезде выдают ваучеры, и они сами в соответствии с планами на день решают, это будет обед или ужин. Очень удобно для того, чтобы не привязываться к определенному времени. Еда во всех тайских отелях у нас очень вкусная, разнообразная. Такой классный микс тайской и европейской кухни. Этот отель тоже не исключение. Очень разнообразные завтраки. И вообще в это кафе у нас поедутся по ужинам даже жители окрестных вилл ходят. Тоже такой достаточно престижный район. Сурин-Бич. И очень много вилл. Экспаты здесь живут. И тоже ценят качество нашего ресторана. И приходят сюда обед в селе Нижи. На втором этаже находится лофт-бар с прекрасным видом заказки. Можно перед ужином выпить бокал шампанское или коктейль. Также, если вдруг у ваших туристов намечается какой-то небольшой праздник какой-то, или они едут с семьей или компанией большой, мы также можем под закрытие этот бар сделать для того, чтобы открыть какой-то юбилей или юбилей. У нас такие стильные светлые номера. Хочу отметить то, что во всех номерах в Таиланде, ну и вообще в принципе Outrigger, мы особое внимание уделяем нашему постельному белью. Обязательно везде фитертические матрасы, подушки. Поэтому ваши гости абсолютно точно не будут испытывать проблем со сном. Особенно это актуально, если мы летим и меняем часовые пояса. Бывает иногда тяжело адаптироваться. У нас, мы делаем все для того, чтобы гостям было комфортно спать. Одна из категорий, которая используется большой популярностью, это Plunge Pool Sweet. Я хочу обратить ваше внимание, что сюда мы возьмем только двоих взрослых, по той причине, что из-за соображения безопасности такие номера мы деток не сели. Хочу также такую особенность, такую особенность с вами поделиться. В отеле, во всех отелях в целом, и в этом отеле я просто проверила на практике. Прекрасный сигнал Wi-Fi. То есть, если кому-то нужно работать, то это можно сделать как из зоны ресепшн, как и из номеров. Я жила в таком номере, проводила оттуда вебинар. Сигнал был прекрасный. Поэтому это тоже немаловажно, потому что многие выбирают Таиланд как направление, направление, где можно остановиться на несколько месяцев и, соответственно, удаленно работать. Наши самые просторные номера – это Luxe Grand Surin. Он представляет из себя трехэтажный номер. На первом этаже у нас такой балкончик просторный есть. На первом этаже находится большой диван, который можно положить двоих детей. На втором этаже основная спальня с санузлом. В отеле у нас есть два бассейна. Вообще, как я показывала в начале план отеля, он состоит из двух зданий. В одном здании бассейн выглядит таким образом. И во втором здании у нас есть категории номеров, которые выходят непосредственно в бассейн. Full Access Schools. Они тоже у нас пользуются большим спросом. Всего 10. Поэтому, если заинтересованность в такой категории есть, то тоже стоит обычно бронировать заранее. Вообще, очень такой классный, стильный продукт. Я вначале упомянула, что категория этого отеля 4 звезды, но это тот случай, когда ожидание реальности со знаком плюс. Обычно наши гости, когда заезжают в отель, они удивляются, что это в Таиланде 4 звезды, поскольку сам продукт из себя вполне представляет такую хорошую базовую тему. Поэтому имейте в виду, это очень хороший отель в плане соотношения цена-качество. Ну, конечно же, летом, уже который год подряд, Таиланд испытывает спрос с рынков СНГ. И летом тоже очень здорово там останавливаться и наслаждаться солнечной погодой и свежайшими фруктами. Потому что, несмотря на то, что летом считается, что это сезон дождей, дожди имеют кратковременный характер, проходят достаточно быстро, и полностью подряд, и это все прекрасно. Хотела бы обратить особое ваше внимание в преддверии высокого сезона, поскольку регион Каулак тоже находится на побережье Андаманского моря. Тоже страна даже, что это Кукет. Поэтому здесь у нас как раз с конца октября до конец апреля высокий сезон. Я не знаю, насколько у вас сейчас пользуются спросом этот регион, но если вдруг пока что ваши туристы не прознали по нему, абсолютно точно стоит рассказывать про это прекрасное место и отправлять туда туристов. А пока Каулак не стал вторым Пукетом. Дело в том, что местные жители говорят о том, что Пукет 20-25 лет назад тоже был примерно как Каулак. Туристы только-только начинали узнавать об этом прекрасном месте, и не было такого огромного потока. Каулак с каждым годом приобретает все большую популярность. Это заповедная провинция Ханга. И действительно, у нас пляж Банг-Сах находится на заповедной зоне. Неподалеку от нас расположен национальный парк Као-Сок, один из самых больших национальных парков Таиланда. И здесь такое, знаете, настоящее место силы, когда ты приезжаешь, и просто окружающая красота, природы, океан, джунгли, тишина просто завораживает. У нас здесь прекрасный отель, который подойдет для семейного отдыха. Если Пукет, это больше активности, это инфраструктура на каждом шагу, это какие-то ночные клубы, то здесь это хороший, качественный семейный отдых. Абсолютно точно не скучно. Самое главное, предвосвещая ваш вопрос об инфраструктуре, на территории нашего отеля достаточно много активности, как для детей, так и для взрослых. Этот отель абсолютно точно не сориентирован на семьи, поэтому для детей у нас здесь большое ассортимент и активности, и здесь пиццваб полноценный. Для взрослых здесь абсолютно есть чем заняться. Сначала чуть-чуть про расположение еще остановлюсь. Пукет соединен мостом с материком. Соответственно, прилетаем мы в аэропорт Пукета и едем на север полтора часа. Дорога равнинная, это не серпансит. Ровно полтора часа занимает путь. Ну, если мы выезжаем в аэропорт, то лучше заложить чуть больше времени на всякий случай. Но в целом дорога очень комфортная. Поэтому бояться этих полтора часов абсолютно точно не надо, потому что мы все знаем, что на Пукете такой трафик, так что можно ехать там необещанные 40 минут в те же самые полтора часа. Что касается нашей инфраструктуры, у нас здесь атель побольше. Он 151 номер плюс 7, один настоящий пью. Два ресторана, бар, китс-клаб, большое количество активностей. И действительно очень хорошие просторные номера от 43 до 50 квадратных метров, очень подходящие для больших семей. Говоря про инфраструктуру, недалеко от нашего отеля находятся несколько кафешек, то есть если куда-то прогуляться непосредственно по пляжу, до самого города Каулак от нашего отеля 15 минут мы организуем дважды в день шаттлы. Они не бесплатные, но такая достаточно символическая цена. А куда можно съездить? Можно съездить в Каулак на ночной рынок, посмотреть что-то, купить. В Каулак просто можно на шопинг съездить, можно купить фрукты. И заранее можно спланировать поход в парк Каусок, где очень много экологических маршрутов, где можно наблюдать совершенно необыкновенную первозданную природу Таиланда. И, конечно же, Симиланские острова. Симиланские острова гораздо более удобно посещать именно из этого региона, поскольку, например, от нашего курорта до паромной станции всего 35 минут в пути и далее до Симиланских островов в час в полтора в зависимости от погоды на море. Если мы говорим про Пухет, то здесь путешествие займет гораздо больше времени. Рядом с нашим отелем есть возможность поехать и делать рафт на бамбуковых плотах. Это тоже такое очень увлекательное путешествие по тайским джунглям, по небольшой речушке, в меру экстремальное. Даже веток можно с собой взять. Конечно же, ферма со слонами здесь тоже есть. Отличие, главное, от Пухета – то, что нет именно такой возможности выйти на первый шаг от отеля и уже погрузиться, какую-то активность, какую-то инфраструктуру найти. Но, тем не менее, если заранее продумать все эти моменты, то Хаулак – это очень интересный, богатый регион. Наш пляж идеален. Я недавно узнала, что, оказывается, в Хаулаке тоже есть некоторые нюансы с пляжами на некоторых участках, но это не касается нас. У нас абсолютно пологий заход, прекрасный песок. И в целом я могу сказать, что даже в низкий сезон, которым считаются летние наши месяцы, волны гораздо ниже, чем на Кутиле. То есть здесь, в целом, есть возможность купаться даже в виде негатива в августе. У нас, как я уже сказала, здесь очень семейно ориентированный курорт, поэтому наши номера в целом достаточно просторные. Мы берем в один номер 2 плюс 2. И, кроме того, мы можем сделать эти номера смежными. Я знаю, что рынок Казахстана славится тем, кто путешествует с большими семьями, детьми, бабушками с дедушками. Поэтому здесь мы с радостью можем предоставить под большую семью 2 номера, куда могут комфортно разместиться 8 человек. Таким образом выглядит наш план нашего курорта. Мы, получается, имеем такую территорию, вытянутую перпендикулярно в линии пляжа. Основное наше размещение происходит в корпусах. Они достаточно стандартные. Это здания двухэтажные. И они имеют, получается, комнаты с террасами, это на первом этаже, и на втором этаже у нас комната за балконом расположена. Я сейчас, к сожалению, не знаю, увидите ли вы мой курсор. Но давайте так объясним. У нас есть семь отдельно стоящих вилл. Они расположены чуть выше и чуть правее от бассейна. Виллы мы селим только взрослых и только двоих человек мы можем поселить. То есть если будет ребенок, тоже окей, но это будет тоже 1 плюс 1. Чуть правее тоже на той же стороне у нас расположены корпуса. Это номера площадью 43 квадратных метра. Они будут чуть дешевле, чем номера, которые находятся ниже. Ниже у нас находятся номера категории премьер, и они будут уже площадью 50 квадратных метров. Достаточно просторные номера, которые тоже у нас могут быть смежными. У нас два ресторана. Один из них находится в зоне ресепшн, и другой находится возле бассейна с видом на море. У нас прекрасный бассейн. Лежаки, зонтики, все это есть. Пляж, как и любой пляж Таиланда, это общественный пляж, но поверьте мне, кроме наших гостей, в этом никого не встретите. Пляж огромный, Бангсакбич протяженностью 6 километров, поэтому можно делать прекрасные внутренние вечерние погрузки вдоль моря. Говоря про активности, у нас есть утренняя и вечерняя йога, у нас есть оборудование для водных видов спорта, каяки, сак. Мы проводим мастер-классы по тайскому боксу, у нас есть пляжный волейбол, это то, что касается взрослых. Для деток я чуть позже покажу, у нас есть целый ряд мастер-классов, которые на регулярной ослове проводятся, ну и кроме того, в течение всего дня работает детский клуб, есть воспитатели, где можно спокойно где-то так оставить и родителям провести какое-то свое пляжное время. Для всей семьи мы также предлагаем мастер-классы по тайской кухне, у нас на территории отеля есть небольшой садик-огородик, в котором мы выращиваем специи, и наш шеф-ковард проводит для всей семьи кулинарный мастер-класс, что тоже является очень интересной активностью в мастер-классе. Тут от шума океана можно сделать массаж непосредственно на пляже. И переходим к нашему размещению, вот наши замечательные комнаты, у нас 10 номеров категории Family. Это номера 50 квадратных метров, где расположены у нас две кровати, двуспальная для родителей и двуфярусная для дед. Они пользуются у нас большим спросом, поэтому заранее, пожалуйста, посмотрите, они у нас быстро-благородно расходятся. А другая категория, это категория номера Premier. Здесь будет двуспальная кровать и реванчи. Еще дополнительная кровать для четвертого человека ставим. У нас семь вилл, всего семь вилл. Обращаю ваше внимание еще раз, что размещение максимальное это два человека, то есть это не большая вилла. Здесь есть категория с бассейном и с джакузи. Garden вилла у нас оборудована джакузи. Очень симпатичная и замечательная варианты размещения, например, для молодожены. И вилла с бассейном, тоже такой классный вариант. Бассейн достаточно большой, и комфортно плавать. Coral Kids Club это наш замечательный детский клуб с разнообразными активностями для деток поменьше и постарше. У нас есть небольшая детская площадка, у нас есть такая оборудованная игровая комната. кстати, также у нас есть фитнес-зал, который для всех гостей бесплатный для посещения и вот такое прекрасное расписание активностей, которые мы предлагаем для наших деток. Часть активности бесплатная, часть платная, но будьте уверены, что всегда детям будет чем заняться, это будет очень-очень интересно. Такая у нас территория прекрасная и зеленая и наши лежаки и зонтики они находятся в тени, но при необходимости можно передвинуть ближе к воде. Пляж абсолютно безупоризненный, поэтому это поистине такой классный качественный семейный пляжный отдых. Ресторан Edgewater это ресторан, в котором у нас проходят обеды и ужины. Завтраки проходят в другом ресторане ближе к зоне ресепшн. Завтраки по системе шведский стол, обеды и ужины это сет-меню. Вы выбираете у вашего партнера Fun and Sun на сайте рассчитаны две категории, либо это будет two-course меню, это меню из двух блюд запуска и горячее, либо это будет меню из трех блюд запуска горячее и десерт. Будет включена вода и чай или кофе. Невероятные закаты можно наблюдать у нас из бара Edgewater. Каждый вечер у нас здесь живая музыка и невероятная романтическая атмосфера. Малая Питчина это наш второй ресторан, в котором проходят завтраки по системе шведский стол. вот такой замечательный курорт у нас находится в Каулаке. Дорогие коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы, наверное, можете мне задавать в чат, или я, может быть, потом могу их посмотреть, потому что сейчас я их, наверное, не увижу. перейдем сейчас к третьему отелю, и если у вас вопросы какие-то есть по ходу, пожалуйста, пишите, я чат потом посмотрю и на все отключу. наш курорт находится на острове Самуи. Он очень стильный, построен в таком колониальном стиле. У нас здесь есть собственный пляжный клуб. Находимся мы в начале пляжа Ламайи, буквально в 20 минутах езды от прекрасного аэропорта Самуи. Я уверена, что кто-то призвал с теми как-то был там и знает, что в Самуи путешествие начинается с аэропорта, потому что это такое уникальное здание без окон, без дверей, там, где летают птички по аэропорту или такое ощущение, что в каком терапическом районе находишься. Здесь у нас тоже такой немаленький отель, 146 номеров с ориентацией на семьи, также с возможностью предоставить смежные номера. Здесь у нас есть собственный пляжный клуб, здесь у нас есть клубный лаунч для повышенных категорий номеров и очень классный, интересный дизайн такой. Даже наш отель взял награду премии, которая посвящена реновации, то есть наш отель был признан лучшим на Самуи в плане того, как была проведена реновация. тоже покажу вам номера, они действительно заслуживают самых высоких похвал. В нашем пляжном клубе есть детская горка с бассейном, здесь также, как и в предыдущем отеле, у нас есть полностью оборудованный детский клуб с возможностью развлекать детей, тоже очень большой выбор мастер-классов. И здесь есть у нас пара нюансов, которые необходимо туристам обозначить перед посещением. Обратите внимание, на представленном слайде у нас справа расположена основная территория отеля, а слева наш пляжный клуб. В пляжный клуб все гости нашего отеля имеют бесплатный доступ. Для того, чтобы туда попасть, нужно миновать дорогу. Дорога достаточно оживленная, поэтому в течение 24 часов, то есть круглые сутки, 7 дней в неделю, у нас стоят здесь два регулировщика по одному с каждой стороны дороги. Они с помощью звездка останавливают движение, и наши гости безопасно минуются по дороге. На самом деле на месте это все делается в считанные секунды. Я сама прожила там несколько дней, и буквально второй-третий раз ты уже совершенно эту дорогу не замечаешь, потому что быстро это все происходит, но, конечно, это тот нюанс, о котором гостям лучше сообщить заранее. Здесь с высоты птичьего полета снят наш отель, в передней части мы видим наш пляжный клуб, четыре бассейна, в одном из бассейнов есть детская горка, наш Эджвотер-ресторан, название вы уже слышали, запомнили, потому что у нас в целом во многих курортах называется таким образом пляжный ресторан, либо бар, который находится непосредственно воды, и через дорогу мы видим два основных корпуса, получается, ближе к нам находятся два крыла, в которых расположены наши люксы и номера клубных категорий, и ресторан, в котором проходят у нас завтраки, а дальше долинный корпус, это наш основной корпус, где расположены стандартные номера, в этом номере стандартные номера у нас зовутся категория Superior Rooms. Таким образом наше лоббит прекрасное выглядит. Семейный пляжный клуб очень комфортный, здесь у нас ресторан, в котором проходят обеды и ужины, бар с хорошей барной картой, с хорошим разнообразием коктейлей, непосредственный выход на пляж Ла-Мае, я уверена, что вы все знаете, что сезонность у нас совпадает в какой-то части с нашей сезонностью, и самыми удачными месяцами посещения являются лейтинг месяц. Но, тем не менее, в январе, феврале, в конце декабря здесь тоже достаточно комфортная погода, для того, чтобы этот доступ прекрасно посещать. Пляжный клуб был полностью перестроен, то есть это постройка 2022 года, у нас этот отель открылся 1 августа 2022, то есть этому отелю чуть больше чем 2 года. А здесь у нас классный тоже ник с тайской и европейской кухней, поэтому здесь вы найдете как дом ямфи, так и привычную нам кицу. У нас есть два бассейна, то есть комплекс бассейнов в нашем пляжном клубе, а также бассейн, который расположен в корпусе, где расположены наши стандартные номера. Паллокичина, ресторан, в котором подается завтрак по системе шведский стол, обеды и ужины тоже у нас по сетам. Номера наши действительно очень стильные, симпатичные, инстаграмные, здесь такие ставинки, французские балкончики, огромные, поистине огромные кровати с нашими прекрасными архитическими матрасами, подушками и просто несравненным постельным дельем, как и во всех наших отелях в Таиланде. Тут действительно глаз радуется. Это самое небольшое номер, 25 квадратных метров. Если мы соединим два номера, то у нас уже получится такая кромель рум на четырех человек. Здесь стандартным номером мы максимально берем только два рума. Клаб гарден румс это уже номера повышенных категорий. Начиная с этой категории наши гости имеют дополнительные привилегии доступ в клубный лаунж, снеки в течение дня, безалкогольные напитки, чай, кофе, соки и вечером декорационный сет от шеф-повара и коктейль перед ужин. Отель очень удачно расположен. Вся плутовка находится такая основная в Чевенг, в Вилоч 13-20 минут на такси. А у нас тоже такое хорошее оборудование скажем инфраструктуры район. Буквально в минуте ходьбы от нас находится Супермарк 7-11. Есть всякие фруктовые лавочки, поэтому в плане шопинга здесь тоже доступно. В наших больших номерах мы можем брать до 5 человек. Есть конфигурация с тенами и большими кроватями. Такие очень просторные, светлые, замечательные номера. И вот наш клубный лаунж. в котором можно провести приятно послеобеденные часы жарки. Рядом есть библиотека мультиязычная, даже на русском языке какие-то были представлены у нас произведения. и для деток здесь прекрасно оборудованная детская зона. Мне очень нравится, что здесь есть четкое разделение по взрослам. Для деток поменьше игровая, с мультиками, для деток постарше видеоигры и какие-то активности фен-фонга, аэрохоккей и так далее. Ну и, конечно, наша несравненная программа мероприятий для детей, которая заведует любой турецкий отель. Поэтому, приезжая к нам сюда, взрослые могут быть уверены, что у них будет хорошее качественное время, чтобы побыть наедине и посетить время себе. Наш прекрасный пляж ломает. И, дорогие коллеги, я прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, если вы не подписаны. Здесь у меня есть информация по всем мероприятиям, которые проходят СПО различные, какие-то дополнительные по питанию, там, с ванильным пакетом. Представляем здесь все материалы, если какие-то фотографии вам нужны и так далее. Все бронирования проводятся через вашего партнера Фанэнстан. Я могу оказать информационную поддержку в случае необходимости. Так, я открываю чат. Так, я открываю чат, и давайте посмотрим по вопросам. Как можно добраться из Каулак до Путета? Ну, во-первых, покупая туру вашего партнера Фанэнстан, я думаю, что будет у вас трансфер включен, добираемся по земле, едем полтора часа на север. Трансфер ровно полтора часа. Если вдруг трансфер каким-то образом не включен, вы всегда можете взять такси в аэропорте и вас отвезут. Сумма депозитов. Большое спасибо за вопрос, я упустил этот момент. Тысяча бат в сутки. Обычно, если это неделя, то где-то 100 долларов за номер, и если это больше двух недель, больше 10 дней, то 300 долларов за номер. Этим депозитом можно пользоваться, то есть вы оставляете. Если вы оставили депозит в батах, вам вернули его в батах. Если вы его оставили в долларах, вам вернули его в доллар. Это очень важно. Не во всех отелях это есть. Бывает такое, что даете доллар, и вам возвращают в местной валюте. Это неудобно. А какие виды транспорта? Как частные цены каллак, пакет каллак? Насколько мне известно, какие-то там маршруты общественные, может быть, они не есть, но туристы и не пользуются. По цене, по поводу транспортного обеспечения. В общем, я на Катере не добиралась. Сейчас добраться можно. Это спокойно по земле делается. Потому что пакет соединен мостом с каллаком. Поэтому там, не знаю, на Катере, наверное, это будет проблематично, потому что у нас, например, какого-то пирса для приема нет возле отеля, поэтому, скорее всего, это будет опять какой-то транспорт в паромной станции. Самый верный способ это поехать на такси. Я, честно говоря, сейчас... У нас отель тоже может по запросу предоставить такси, но я уверена, что если вы покупаете пакет от Аминсана, то у них транспортное обеспечение должно входить. Вокруг отель на каллак. Есть ли рестораны, магазины, кафе? Смотрите, у нас есть. Рядом с нами рядом с отелем небольшой ресторанчик. Если пройти минут 15 влево, ну, во-первых, из соседей у нас есть Авани Плюс отель, они тоже к нам ходят ужинать, и наши гости ходят на территорию развлечений. Если мы налево пойдем, то у нас будет еще через 15 минут где-то там 3-4 кафешки. Это, в принципе, все. Говоря об инфраструктуре, можно поехать в каллак. Два раза в день мы организуем шаттлы туда. Город каллак, в нашем понимании, не особо такой туристический. Там, конечно, можно купить сувениры, там еще что-то. не стоит ожидать, что это пхутет. То есть, грубо говоря, не стоит ориентировать клиентов, что вы будете жить в отеле Outflugger Каулак, вас отвезут на шаттле в Каулак, и вот там какая-то лежит, как на пхутете. Такого нет. В Каулаке можно сходить в ресторан, можно купить сувениры, можно купить крупты. В целом, достаточно спокойный год. В отеле Каулак и Самуи есть ли шаттл на пляж? У нас нет шаттлов нигде на пляж, потому что в этом нет необходимости. Потому что наши отели Каулак и Самуи стоят непосредственно на пляже. Если вы имеете в виду, что на Самуи у нас дорога есть, то это одну минуту пройти, то есть, выйти в номера, останавливают наши регулировщики движения, переходите дорогу и оказываетесь в нашем пляжном клубе, который стоит прямо на море. Если мы говорим про отель, который Сурин, первый я рассказывала на Пхукете, там идти две минуты. То есть, в этом необходимости. Я так полагаю, из ваших вопросов я делаю вывод, что Каулак пока что вы не сильно знакомы с этим регионом, не сильно продаете. Не пугайтесь. То есть, абсолютно точно логистика прозрачная, понятная. Ехать ровно полтора часа для такого хорошего, семейного, спокойного отдыха. На территории отеля очень много активности. То есть, если говорить о взрослых, то это там водные виды спорта, это волейбол, это прогулки, это, ну, я говорила, да, в рамках своей презентации о том, что если заранее продумать какие-то варианты, можно съездить на рафтинг на бамбуковых плотах, можно съездить на фирму к слонам. То есть, да, как на Пхукете, вот выйти и пойти куда-то по магазинам, там действительно такой возможности нет. Нужно либо на шаттле в Каулак ехать, ну там, либо просто там гулять по побережью. Но у нас в отеле, во-первых, достаточно много развлечений и для детей, и для взрослых. Во-вторых, заранее, если спланировать программу, тоже можно посетить национальный парк Каусок, всемиланские острова, фермы со слонами. То есть, все это есть. Просто не шаг, выдаст вместе. На Каулаке какие типы питания предусмотрены? У нас в целом, ну, самую, наверное, большую популярность используется фулборд. Вы можете взять завтрак в HB и фулборд. HB во всех отелях в Таиланде у нас гибкие. То есть, если вы берете полупансион, ваши гости не привязаны к ужину обязательно. То есть, им дают ваучеры на каждый день. И они приходят, они могут сегодня пообедать, завтра поужинать, там, послезавтра пообедать. Вот. Какие-то еще вопросы есть? Спасибо огромное за вопросы. Всегда рада, когда мы общаемся. Если будут какие-то еще вопросы, я оставила в контакты. Всегда буду рада помочь. Если есть возможность, телеграм-канал наш используйте. Там тоже есть много материалов. Не только по тайским отелям, но и по отелю на Мавритле и по отеле на Мальдивах. Вот. Я желаю вам всем успешного сезона. Пусть будет много продаж в Таиланде. Везде будет наличие номеров. А если никаких вопросов нет, то, наверное, будем завершать нашу встречу. И так, сейчас я поделюсь. Вот я рекомендую использовать телеграм-канал, потому что это такой очень полезный ресурс. Во-первых, все видео, все фотографии, которые там есть, вы можете для себя брать, использовать в ваших соцсетях. И бронируйте с фанэнсан. А если какая-то вам дополнительная информация от меня нужна, то я уже могу вам подсказать. спасибо большое, что вы скинули ссылочку. Благодарю вас. Так, ну что, коллеги, всем хорошего дня. Прощаемся на этом. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok